так всем привет канал про моторы сегодня начнем собирать вот этот двигатель это у нас mercedes benz он четыреста сорок седьмой рядная шестерка со 128 диаметром поршневой атмосферник снятый с автобуса mercedes benz 405 модели значит разбор этого двигателя есть у меня на канале там же есть информация по причине снятия этого двигателя по дефектовке этого двигателя кому интересно и кто не смотрел ссылку оставили в описании приступаем к сборке что уже было сделано значит блок я отмыл в мойке блоки еще какие-то детали уже по моему в мойке сейчас вставлю вот несколько кадров как это было сейчас сложил крышки коренные шатуны и там клапан декционный шатеренка от компрессора то есть сначала отмываю все внутренние детали пока у меня солярка чистая песка нет потом перехожу на более грязные детали и так далее приступаю к мойке а и Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Так, первая втулка у нас на месте, смотрим масляные каналы, вот первый, второй, третий, видим, все три канала совпали, таким образом забиваю все остальные втулки, еще шесть штук «Симон» 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну значит, замерил я выступ гильзы над блоком цилиндров, выяснил, что кольца мне эти нужны, то есть я буду их устанавливать с этими кольцами. Выступ у меня составляет от 0,06 до 0,08 миллиметров, что является нормой. Значит, сейчас устанавливаю резинки, устанавливаю кольца и устанавливаю гильзы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну все, гильзы у меня установлены. Дальше я буду устанавливать теплообменник. Значит, решетку снимал, промыл ее там внутри, продул, все, поставил обратно. Берем вот такую прокладку стелекс металлазбистовая, берем герметик кортека, мажем и устанавливаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Теплообменник у меня установлен, все затянуто, все отлично. Значит, дальше буду ложить двигатель уже на этот бок, то есть в том положении, в котором он работает. Буду ложить двигатель на этот бок и устанавливать коленвал. Все, вот так вот, перевернул двигатель и теперь в таком положении устанавливаю коленвал. Итак, значит, коренные вкладыши у нас будут Колбеншмитт стандарт. Коленвал я промерил, все полностью в размере, в идеальном состоянии. И продул каналы. Продул каналы, протер тряпкой чистой. Все, коленвал у меня готов к установке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну все, вот так вот положил коленвал, немножко уже подтянул, крутится легко, свободно. То есть все как и должно быть, все отлично. Проверяем метки ГРМ, видим на распредвалу 2 единицы, на коленвалу 1 единица. Все, метки ГРМ у нас совпали. Теперь буду ложить блок на стол, убирать вот эту деревяшку и уже затягивать коренные. Так, значит, коленвал я затянул, болты 4 приема, потом метки делаем поперек, доворот 90 градусов, метки вдоль. Значит, вот так вот он у меня сейчас проворачивается, полностью в затянутом состоянии. То есть видим, все отлично, мягко идет, нигде его не подкусывает, нигде его не подпирает там вкладышем. Плюс чувствуем, что слабины нет, его масло держит. То есть все отлично, я ему даю усилие, и он еще сам потом какое-то по инерции проворачивается какое-то время. Все отлично. Так, валы у меня полностью установлены, распредвал, коленвал. Дальше буду устанавливать поршня. Что было сделано с поршнями? Поменял я 2 поршня, поставил другие, но поставил не новые, а был у меня такой же двигатель разобранный. То есть из 12 поршней выбрал 6. Ну, в принципе, плюс-минус они все в одинаковом состоянии, поэтому особо выбирать было не еще. Вот так они сейчас выглядят. Значит, что было сделано с поршнями? Я их отмыл, в мойку закинул, у меня там нагар немножко стал порыхлее. То есть от температуры, от химии нагар немного размягчается. Дальше, так как у меня кольца поршневые были сильно съедены, всю пустоту, которая вот получилась выработка, всю пустоту занял нагар. В канавках у меня было очень много нагара, который мне пришлось весь вычистить. То есть где-то механическим путем, где-то при помощи химии, растворителем и так далее. То есть обязательно вычищаем канавки, так как новое кольцо упрется и просто его там расклинит. Кольца должны у нас в канавках ходить свободно. В принципе, поршня в хорошем состоянии, они еще походят. Поршня у нас эти идут группы B, размер у них юбки 127-85. Все поршня я замерял, они у меня имеют размер 127-82-83 в этих пределах. То есть, можно сказать, юбка почти не сношена на них. Значит, дальше одеваю поршневые кольца. Берем оправку, буду замерять каждое кольцо по оправке перед установкой на поршень. Это нужно для того, чтобы, во-первых, увидеть тепловой зазор, какой у нас будет. И, во-вторых, чтобы исключить присутствие брака в кольце. То есть мы ему даем его рабочее положение, чтобы он у нас, если есть какой-то брак, ну, крайне редко это бывает, но встречается. Если есть какой-то брак, чтобы он у нас сломался вот в этом месте, в оправке. А не уже когда мы ставим поршень в гильзу и мы там не увидим, если у нас кольцо сломается. Поршневые кольца буду устанавливать фирмы SM. В принципе, нормальные кольца, неоднократно их ставил. Все хорошо работает, все хорошо ходит. Так, ну и также еще вот хочу на таком моменте заострить внимание. То есть у меня в комментариях часто спрашивают, часто пишут, почему ты не ставишь новые болты, почему ты используешь старые. Надо обязательно устанавливать новые болты. Значит, отвечу на этот вопрос по поводу новых болтов. Значит, у каждого болта есть своя допустимая длина. То есть мы открываем книжку, смотрим размер болта и замеряем его. То есть вот видим, для шатунного болта, допустим, это величина допустимая, максимально допустимая длина 68,5. Мы берем болт и замеряем его. Видим, он у нас 69,2. То есть вот этот болт мы уже устанавливать не будем. И даже если вот так на него посмотреть, то видно, что вот в этом месте он имеет форму песочных часов. То есть в этом месте его начало тянуть. Вот мы замеряем диаметр болта, видим 12,6. Теперь замеряем то место, где у нас потоньше, и видим 12,3 где-то. То есть и визуально его сразу видно, что вот в этом месте он имеет форму песочных часов. И это касается всех болтов, которые есть в двигателе. Допустим, для коренных болтов, крепления коренных крышек, максимально допустимая длина 156 мм. Для шатунных болтов, допустим, 68,5. Для болтов крепления противовесов 84,5 и так далее. То есть мы просто замеряем болт, его длину, смотрим по книге с максимально допустимой длиной, сравниваем и все, и принимаем решение, можем мы в дальнейшем использовать этот болт или нет. И скажу еще больше, что будет вот у меня, допустим, выбор поставить старые болты или новые. Допустим, мне нужно заменить вот этот болт. По возможности найду старый болт, но оригинальный немецкий, который будет соответствовать этим параметрам, иметь допустимую длину, чем я буду ставить новый болт. И это касается всех таких вот ответственных моментов, такие как крепление коренных крышек, крепление шатунных крышек, крепление маховика, противовесов, головок блока цилиндров. Потому что вот это, это еще оригинальные немецкие болты. То есть, хочу сказать, что качество не сравнишь магазинских болтов новых и вот этих оригинальных немецких. Поэтому, если у меня будет выбор, я лучше поставлю старый болт с другого двигателя, но чтобы он был в допустимых размерах, чем я буду устанавливать новый болт. Вот, надеюсь, ответил на этот вопрос про болты, почему я не ставлю новые болты. Вот тут я болты промерил. У меня больше половины уже надо будет менять. Сейчас буду смотреть. Вот видим 69,1. 69. Ну, их видно визуально, что они уже вытянуты. Сейчас буду искать с других двигателей хорошие болты. И эти, может, даже все поменяют. Значит, дальше устанавливаем поршневые кольца. Так, значит, мы берем кольца и вставляем их в оправку. И смотрим зазор. Видим зазор, ну, где-то 0,25-0,3. То есть, я примерно на глаз уже вижу, какой зазор. Ладно, возьмем щуп для видео, замеряем. Берем щуп 0,3 мм и замеряем. Видим 0,3. Дальше берем второе компрессионное кольцо. Ну, тут где-то чуть побольше, 0,4 возможно, 0,35. Ну, видим, тут у нас зазор 0,4. Берем первое компрессионное кольцо. Тут у нас зазор тоже 0,4. Но надо еще учитывать, что оправка, она у меня сделана из старой гильзы. В ней есть какая-то выработка. Поэтому, когда я кольцо устанавливаю в гильзу, там будет уже не 0,4, допустим, а 0,3. Это я сразу беру во внимание. Все, кольца я проверил. И теперь устанавливаю их на поршень. На кольце есть знак фирмы SM, ну или ТОП написано. Этим ставится гнищ у поршня. Все, вот таким образом установил кольца. Проверяю, чтобы они у меня там свободно ходили, чтобы нигде ничего их не подклинивало. Один поршень готов. Одеваю кольца на остальные поршня. Субтитры сделал DimaTorzok Так, значит кольца все у меня установлены. Кольца все на месте, все отлично. Дальше, также поменял все болты. Решил поменять все болты, те все выкинул. Взял с другого двигателя. Дальше устанавливал вкладыши. Вкладыши у нас колбин-шмидт стандарт. Протираю в шатурной шейке и уже устанавливаю поршня в блок. Дальше устанавливаю поршня в блок. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...